Компьютерный ЕГЭ по информатике, задание номер 10. Товарищи, это задание очень простое, тем не менее он затрагивает очень важную область – обработку текстов. Здесь текст не требуется обрабатывать, достаточно просто поискать в нем слова при помощи текстового редактора. Но мне хотелось бы сказать пару слов про текстовые редакторы. Это незакрытая область, текстовые редакторы продолжают развиваться, причем как текстовые редакторы «What you see is what you get», так и текстовые редакторы предназначены для редактирования как сырых текстов, так и, скажем, исходных кодов, которые превращаются в какой-то форматированный документ, например, латех. И вообще, я бы советовал вам какими-то вопросами, связанными с обработкой текстов, поинтересоваться. Например, регулярные выражения. Нет, я не про мат, я про такую область системного администрирования или, скажем, программирования, как вот эти маски. Там очень много классных вещей по возможным поиску и заменам в тексте. Регулярные выражения когда-то были в ЕГЭ на уровне символов Джокеров «Вопрос» и «Звездочка», причем в их неклассическом варианте. Тем не менее, сейчас они исчезли из ЕГЭ, есть только в девятом ОГЭ. Вот, но они не исчезли из жизни, извините. Регулярки – это очень-очень важная вещь. Узнайте, что это такое. Вот, еще «Латех», «Латех», а потом есть разные облегченные версии верстки. Это «Markdown», «Restructured Text» и так далее. Когда вы там выделяете слова звездочками, каким-нибудь скобочком появляется ожирнение, ссылка и так далее. Вот эти облегченные разметки, они очень важны. Ну и заканчивая тем, что все вы живете просто в этих браузерах, а браузер по сути отображает вам форматированный текст. Да, с картинками и так далее, но тем не менее, это элементы верстки. Вот, опять же, верстка в ЕГЭ никак не проверяется. Ну, ее сложно, это нужно как-то смотреть человеческим анализом, так компьютер не запрограммируешь смотреть на верстку. Но, тем не менее, да, опять же, тот же самый HTML, да, вот эта разметка текста и его форматирование тоже это целая область профессиональная. Вот, но в ЕГЭ мы всего лишь ищем вот эти слова, скажем так, обозначаем вот это направление IT, да, что вообще обработка текстов существует в электронном виде. Слушайте, начиная с того, что сам режим вставки, появившийся после печатных машин, это бомба просто. Когда вы можете не то, что напечатать символ поверх, а взять и сдвинуть символы. Реально, вы не осознаете, насколько это круто. Ладно, давайте вернемся к заданию. Итак, значит, требуется искать слово долг или долг в тексте романа. То есть, есть в тексте романа, есть некие формы слова, в рамках которых нам нужно там побегать. Слушайте, ну, демо-вариант, наверное, решило много уже преподавателей, поэтому давайте я порешаю задачки с сайта Константина Юрьевича Полякова. Например, задачку 4479. Итак, в некотором файле приведена повесть «Феерия». Это все не важно. Алые паруса. Сколько раз встречается предлог «от» в тексте повести, не считая сносок? В ответе укажите только число. Давайте опять вернемся. А как мне это дело открыть? Безусловно, существует текстовый редактор Microsoft Word. But I don't like it. Ну, не то, чтобы он мне прям не нравится, но мне не нравится то, что он проприетарный, собственнический. Я лично пользуюсь свободным текстовым редактором LibreOffice. И, по идее, вам могут предоставить на экзамене именно его. Ну, вот, собственно, я буду в нем сейчас это дело открывать и решать. Итак, что у меня есть? Вот у меня есть обновление. Мне не надо сейчас уйти. Значит, так. Смотрим на роман сверху донизу. Ну, как бы так, первый беглый просмотр. Вообще, что у меня здесь происходит? Так, очень хорошо. Очень хорошо. В целом, да. Есть ли тут эти самые сноски? И, слава богу, нет. На самом деле, почему-то, вот, не считая сносок, вот это дополнение, оно не совсем хорошее. Дело в том, что сноски не так тривиально бывает выделить. В Word, Microsoft, там есть специальная опция, типа, там, поиск не считая сносок. Вот, в LibreOffice, по-моему, до последних версий этого не было. Не знаю, что там сейчас. Но самое главное, что я сейчас вот просматриваю глазами и вижу, вроде бы сносок нет. Если что, возможно, мне пришлось бы их удалить. Значит, поиск можно запустить методом просто нажатия Ctrl-F, ну, либо там есть правка, собственно, найти. Да, на самом деле, бывает удобно воспользоваться вторым вариантом. Ну, и, собственно, я, если нажму Ctrl-F, у меня появится вот такая вот штучка. Дальше я могу написать нужное мне слово. Еще раз, это что? Это слово от. Но обратите внимание, заглавные или строчные буквы. Вот, кстати, когда обе заглавные, это не должно бы считаться. И классическим вариантом поиска без регулярных выражений я не смогу это дело аккуратно написать. Но, тем не менее, ладно, давайте я сейчас просто поищу глазами, руками. Поехали. Я ищу раз, оп, и сразу же трехсоттонного брига. Значит, мне необходимо каким-то образом отделять слово, да, целиком. Значит, что же мне для этого делать? Да, вот как мне это сделать? Я не могу, вот здесь нет опций, которыми я бы сказал, что это слово отдельное. Для этого нужно перейти в режим вот этой вот найти и заменить. Выскакивает другой уже диалог, вот такой вот. И вот в этом диалоге у меня появится возможность учитывать регистр и искать слова целиком. Мне будет необходимо искать два варианта от вот такое и от с большой буквы. Ни на что заменять я его не собираюсь. Я сейчас просто побегаю и посмотрю. Вот, дождя, замечательно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Подождите, ну сколько же мне бегать-то? Ну, вы знаете, я вам скажу так. Вот пробежаться глазками, обычно их там все-таки, ну, условно, ну, сотни может быть, да. Ну, то есть вот глазами немножко просмотреть, чтобы в принципе некую консистентность, что ну вообще тут вот, ну, мы находим именно то, что надо. Вот эта глазная проверка такая, да, она вообще нужна. Да, то есть вот побегать, 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 посмотреть, что мы действительно находим нужное нам слово и ничего лишнего. Да, вот я так вот глазами просматриваю, но не считаю, просто потому что мне это лень и нельзя тратить много времени на эту задачку. Ну, вот все, я, кажется, убедился, что действительно он находит то, что нужно, а слава богу, сносок в документе нет. То, что такое вот палочки типа не искать в сносках, тут нет. Вот, а теперь смотрите, фишка в чем? Я могу сейчас заменить от на от. Ну, я сейчас могу вернуться в начало, могу не возвращаться в начало, сейчас это не важно. Я говорю, заменить все. И сколько произошло замен шила на мыло, точнее мыло на мыло, да, от на от, я вижу просто вот здесь готовый ответ. 53 раза. Итак, у меня уже есть 53 от с маленькой буквы. Остается взять, сделать от с большой буквы, да, и заменить эти все. Оп, 3 раз, 3 раз. Ну, раз их так мало, я мог и по ним просто побегать, да, поискать их, просто проверить, да, действительно, это те самые 3 раза, вот он их находит. Да, так что плюс 3, получается 56. Ну, что, топаем сверять ответ. 56. Ну, собственно, все, да. Книга Гоголя «Вечера на хуторе Блездиканки» Слово «Небо» во всех формах единственного и множественного числа встречается в тексте повести «Страшная месть». Ну, слушайте, здесь не все так вот, просто, да, давайте откроем эту «Страшную месть». Где у меня «Страшная месть»? Вот. Смотрим. «Вечера на хуторе Блездиканки». Так, предисловие. Смотрим, смотрим. «Сорочинская ярмарка». Ой, а это не «Страшная месть». Да, так. Я так вот быстро пролистываю. Тут, видите, довольно книга-то немаленькая. Давайте этот поиском найдем сам местоположение, где сама эта «Страшная месть» встречается, да, как рассказ. Я сейчас без учета регистра, поэтому вот он его нашел. Так. А дальше? Докуда это все длится? Насколько большой этот рассказ? Ну, вообще такой немаленький, да, видите, там уже четвертый. Четвертая глава. Я листаю, листаю, листаю. Короче, смысл в том, что здесь дополнительно, да, у меня поиск происходит не во всем документе. Какой есть вариант? Первое. Вам сейчас не надо бережно относиться к самому тексту целиком. Ваша задача получить максимально быстро нужное число. Поэтому можно просто удалить весь лишний текст. Это вариант. Я еще раз поищу от самого начала слово «Страшная месть». Вот оно. Значит, и я удаляю все, что до. Для того, чтобы быстро прыгать по документу, я применяю клавиатурные комбинации. А именно, я сейчас не пользуюсь мышкой совсем. Я нажимаю «Контрол», «Шифт». Вообще классные вещи, я вам расскажу. Вот смотрите. Быстрые прыжки по тексту. Посмотрите. «Контрол» влево, «Контрол» вправо. Это должны знать просто все. Это прыжки по словам. Это работает в большинстве текстовых редакторов. «Контрол», «Шифт» влево. Посмотрите, как здорово. Выделение по словам. Без мышки. И сразу нужное количество слов. То есть, вот именно прыг-прыг-прыг. Сразу тынс-тынс-тынс-тынс. Дальше. Ну, «Контрол», «Шифт», «Энд» это понятно. «Шифт», «Хоум», «Шифт», «Энд». Прыжок на начало и на конец строки. Только с «Шифтом» это продолжает, собственно, работать с вашим выделением. Вообще, выделять с клавиатуры без мышки очень удобно на самом деле. А что еще? Значит, есть такая штука, как «Контрол», «Хоум». Это прыжок в самое начало документа. Вот я сейчас нажму «Контрол», «Шифт», «Хоум». Тадыщ, тадыщ. Все. У меня в тексте сейчас я сохранять, могу не сохранять, нет, не важно. Но у меня остался только рассказ «Страшная месть», тем самым я обеспечу поиск сейчас только в нем. Понятно? И не буду сейчас думать. Дальше останется вопрос только о формах. Но можно было выделить его мышкой. Мышкой, не важно. Но он длинный. Мне проще сейчас его удалить, сохранить как отдельно. О-о-о-о, формат. Я вот люблю формат «Open Document Format». Я сохраню в своем формате, ну, че не в своем. Это как раз именно такой международный формат для текстов форматированных. Он именно что? С открытым стандартом. Вот. Значит, ну, не будем это, войны устраивать про форматы. Но закрытые проприетарные форматы, старый формат, например, Microsoft-овский «Doc», это очень нехорошая вещь. Вообще проприетарные форматы, закрытые, да, собственнические, это плохо. Насколько возможно, стандарты должны быть открытыми. Так, ок. Значит, теперь вернемся еще раз к заданию. Задание в том, чтобы не было во всех формах единственное множество числа. Господи, это ж мне нужно сейчас его аккуратненько выписывать. Давайте-ка я открою вот здесь вот электронную табличку и вначале выпишу формы, да, потому что у меня автоматически это дело, оно не заработает. Как он будет это? Как сказать? Я не знаю, может, в Варде появилась такая возможность? Ну, вряд ли. Ладно, поехали. Небо. Нет кого чего. Небо. Дать кому чему. Небо. Дальше что у нас? А кто что? Небо, да, но это то же самое. Винительный, да. Именительный, родительный, винительный. Иван родил девчонки. Дательный, винительный. Дворительный, небом. Да, значит, предложный. О небе. Небе. Ну, вот небо еще раз не нужно. Значит, поехали дальше. Какие еще формы есть? Теперь множественное. Не, ой, небеса. Даже интересно. Так что тут, не, это мне не говорили, да, но я, нет, не бы. Небеса, небес, да, небеса. Нет кого чего. Небес. Да, ой. Где отсюда? Небес. Значит, что еще нет? Дать кому чему? Небесам. А о чем? О небесах. Сейчас прошу прощения. О, рано. Значит, небес. Вижу небеса, значит, творю небесами, дать небесам. Так, винительный, родительный. Осталось только небесами. Потому что винительный совпадает. Итак, вот сколько у меня ужас, сколько форм. Я бы сказал так. Большой вопрос. А есть ли у меня какие-то, вот, то, что начинается с неба, да, что-то другое. Ну, в конце концов, я могу подсчитать для каждой формы, да, это не такое страшное количество, да. Вспомнить падежи, просклонять слово. Значит, еще раз я правильно, да. Сколько раз во всех формах единственного и множественного. Регистр не имеет значения. Слава богу, хотя бы не возиться с регистром. Ну, ок. Поехали. Сразу нажимаю Ctrl-H, чтобы у меня выскочило найти и заменить. Вот именно этот диалог. Итак. Небо. Поехали. Значит, найти все. Он мне выделяет, но не пишет. Однако же, я могу вот здесь вот, вот здесь вот, да. Сейчас, одну секундочку. Посмотреть, сколько слов выделено. То есть, можно пойти еще одним способом. Найти все. Ну, правда, вопрос, ну, вот, все ли, так ли все там правильно выделены, да. Но я скажу еще раз, слова целиком, да. Еще раз повторю, так, учитывать регистры не надо. Найти все. 13 слов, видите, да. Не все так, где-то она там встретилась. Поехали. 13. 13. Небо. Так, опять, найти все. Значит, что он мне пишет сейчас? Выделено три слова. Небу. Найти все. Выделено одно слово. Да, ну, я сейчас не буду заменить все это, мне каждый раз его копировать туда. Я просто буду вот здесь подсматривать, на самом деле, сколько слов выделено. Так, некую статистику. Еще раз, это у меня плюс одно. Небом. Небом. Одно слово. Небе. Так. Четыре слова. Так, четыре слова. Небеса. Опа. Нету. Нет кого-чего. Небес. Нет таких слов. Так. По нулям. Небесам. Ну, на самом деле, можно, в принципе, сейчас отключить слова целиком и поискать. В принципе, а вдруг их нету. Небесной. Ну, и, собственно, кажется, больше и нету. Да? Нет. Небесного. Небесной. Ну, собственно, слава богу, здесь все по нулям. Да? Я зря, может, даже склонял. Надо было сразу проверить, есть ли слово небес во множественной форме. Ну, короче, их нету. Да? Значит, грохнем их отсюда. Сумма. Равно. Сумма. Та-дам! Ну, можно было руками посчитать. Мне лень. Двадцать два. Двадцать два. Проверяем ответ. Ну, могу сказать только одно. Медленно. Можно попытаться. Но, с другой стороны, вы знаете, вот медленно, но надежно. Задание стоит один первичный балл. Ровно столько же, сколько стоят все остальные задания, ну, кроме самых последних сложных. Не надо пренебрегать. Лучше потратить немножко больше времени на такой простой, чем с обидой потом. А-а-а-а! И я в нем ошибся. Поэтому, ну, вот аккуратно надо. Но, тем не менее, можно попытаться поиграть с этим делом. А именно, вот это то место, где я могу попытаться воспользоваться регулярными выражениями. Да? А именно, небо. А теперь, внимание. Да? Мне надо всевозможные окончания. То есть, слово целиком важно. Иначе он найдет слово просто где-то, небо встретится. Вот. Нет, слова целиком. Но вот здесь мне нужно сказать любые буквы дальше. Да? Как это сказать? Для этого мне потребуется включить вот эту галочку под названием регулярное выражение. И вот здесь вот добавить. Точка. Точка это означает любой один, любой символ. А мне надо, чтобы вот этих вот символов, точка, было любое количество. С другой стороны, в принципе, как раз вот для ситуации не, бо, небо, небо, небе, это сгодится уже. Да? Поэтому я могу посмотреть, найти все. К сожалению, видите, там небо, что-то он находит не совсем то. Да? И опять же, да, как это сказать? Это не конец слова. Ну, можно попытаться там дальше поставить пробел, например. Да? Но пробел, а что если там запятая, а не пробел? Да? То есть я могу сейчас просто пропустить. Вот у меня поставил пробел. Да? И у меня оказывается, что только 12 таких слов. А я знаю, что у меня их должно быть 13. Где-то есть слово небо, где-либо точка, либо запятая. Да? Причем, учитывая, что это еще и все формы. Ну, короче, он явно не досчитывается. Много не досчитывается. Так что вот так вот добавить сюда пробел, потребовать, что после него стоит пробел, плохо. Да? Слова целиком, видите, после того, как я использовал регулярное выражение, он уже не ловит. Короче. Надо бы мне некоторым образом здесь вот... Ну, даже не знаю. Зафиксировать какие-то варианты. То есть вот здесь вот, чтобы кроме пробела, кроме пробела были, возможно, другие варианты. Пробел, запятая, точка, восклицательный, вопросительный знак. Я взял в квадратные скобки, и он нашел, собственно, 20 таких слов. 20 таких слов. То есть я сейчас вручную, да, он меня отключил, возможно, с регулярным выражением отключил, но зато имею возможность воспользоваться символом точка, как одним любым символом. Да? Давайте добавим точка, точка. Ну, то есть два конкретных символа. Ну, правда, там у меня только один такой, одна такая ситуация, не бом. Я мог бы просто не бом сюда включить, да, и тем самым поймать не бом отдельно тоже. Да? Ну, могу точка, точка посмотреть, да, найти все, да, выделено, ой, ой, видите, да, что происходит. То есть он, как любой символ, воспринимает и точку тоже, и пробел даже. Ну, то есть это не совсем, точка это вообще любой символ. А мне нужна буква. Буква в количестве две штуки. Как мне это сделать? Значит, есть такой вариант. Я могу вот так написать от А до Я, вот так вот, либо просто перечислить, значит, и сказать мне нужно, сколько их штук. Ой, как я, я уже не помню, как сказать, сколько их штук. Кажется, что в фигурных скобках. Ну-ка, найти все. Смотрим. Опа, не бом. Смотрите-ка, выделено одно слово, на одно слово не бом нашел. Ну-ка, посмотрим. Да, действительно, не бом, одно слово. А если я уберу вот это вот количество два, да, то что он мне скажет? Ну-ка, найти все 20 слов. Ну, слушайте. Что-то я здесь явно не улавливаю. То есть, вот, скорее всего, из-за какого-то значка, который, может быть, еще там минус, например, да, но вот минус сюда может быть проблематичным поставить на самом деле. Вот я пытаюсь, все равно он находит 20 слов, елки-палки. Что-то я не вылавливаю. Какой-то вот вариант именно вот окончания, да, то есть вот там, где он ловил слова целиком разумно. Да, короче, конечно, задача не совсем подрегулярное выражение, да. Я сейчас сходу, может быть, даже и не найду. Вот что он может быть, кроме пробела? Нет, я затрудняюсь сказать. Это нужно искать вот какое-то слово, в котором не вот этот значок дальше, и при этом оно вот одна из форм слова «небо». Ладно, товарищи, короче, я в этом случае еще раз хотел сказать пререгулярное выражение, показать об их существовании, но, безусловно, ответ у вас, как сказать, можно обломаться с этим. Да, это как бы можно быстрее попытаться найти, но проще перебрать форму уж, если их спрашивают. Товарищи, задачка на обработку, ну, вообще, на обработку, на поиск в тексте должна выполняться, безусловно, с текстовым редактором, либо в Writer, либо в Word, что вам дадут. Вот, будьте осторожны, щепетильны, внимательны. Если слов относительно немного, может быть, даже пересчитать их глазами для надежности, что вы вот именно те формы ловите. Давайте переходить дальше к следующим более интересным вещам. Продолжение следует...